Музыка Миролюбивые и трудолюбивые, дружные и преданные своей земле и своей семье. Чуваши. В России их насчитывается более миллиона. В Самарской области свыше 40 тысяч. Это третий по численности народ в регионе. Народ с древней историей, самобытной культурой, уникальным языком. Первые чувашские поселения появились в Самарском крае в 17 веке. Сегодня представители этого народа живут на территории всего региона, но особенно компактно в северных и северо-восточных районах. Дома традиционно деревянные, невысокие, с входными воротами и особенной крышей. Резьба выполнена в форме луковицы. Луковицы на всех храмах, луковицы в головном уборе чуваши, луковицы во фронтоне дома. Чуваши говорили, когда лук на земле пропадет, пропадут и люди. В доме обязательно печь, стол, кровать, красный угол с божницей и сундук. Все все, где семья хранила все самое дорогое. Когда родители уходили в поле или работали, всегда детям говорили, в любом случае опасном это кладете на бок и выкатываете из дома в первую очередь. Здесь хранились и серебряные монеты, здесь были и иконы, и драгоценности. Вот здесь сбоку сохранились рунические знаки. Это так важно. Это рунические знаки, это фамильный герб, по которому можно было узнать, чье это сюбсе. Основными занятиями самарских чувашей традиционно являются земледелие, разведение домашнего скота, пчеловодство. С плодородием, урожаем, поклонением солнцу связаны многие чувашские обряды, народные праздники. Некоторые из них отмечают по сей день. Один из самых известных – Агатуй, или, как говорят чуваши, свадьба плуга и земли, праздник окончания посевных работ. Песня «Люди» Люди собираются и празднуют. Награждает всех, кто участвовал в хлебопашном севе, всех передовиков района, областей. Осень – пора сбора урожая. Время благодарности солнцу, небу, земле и дождю. Наступает праздник Чуклеме. Несмотря на то, что большинство чувашей – христиане, языческие отголоски сильны в народной культуре. Мирскую муку и мирское пиво выспали в своих амбарах в ларе, потому что должна быть нить урожая старого и нового. От хорошего урожая зависело, будут ли чуваши сытыми. Основные блюда были из муки, злаков, овощей, каши, хлеб, лепешки, пироги. Хуран-кукли – это, как сказать, с картошкой, с грибами, с картошкой грибы. На русском языке хуран-кукли как? Как в одноподобии вареник, наверное. Пироги, пирожки, тоже так, как и все. Ну, национальный блюда у нас вот этот хуран-кукли, чувашский суп лапша, ну, домашний лапшой. И курник. Курник – праздничный пирог с начинкой из мяса с рисом или картошкой. По-чувашски – хуплу. Он делается круглым в честь солнца, а плетенка вокруг символизирует лучи света. Блюдо подается горячим, как символ тепла и домашнего очага. Чувашский народ издревле поклонялся огню и солнцу. Это нашло свое отражение в цветах государственного флага Чувашской республики. В центре полотна – мировое древо, которое олицетворяет связь поколений. Вот горизонтальная линия – это символ наших предков, это наши корни. Ствол – это символ родителей, а веточки, листочки – символ детей и внуков. Желтый – это солнце, красный – это огонь. Вот настолько чуваши горды, что они есть, что они живут, что у них есть своя земля, своя республика, свои атрибуты, что даже в одежде используют вот эти два основных цвета. Народ в серебряном одеянии – так называют чувашей за традицию украшать одежду и головные уборы серебряными монетами. Такой наряд напоминает доспехи. Считается, что предками современных чувашей был тюркоязычный кочевой народ, близкий к гуннам. Согласно чувашским легендам и преданиям, чуваши восходят к суварам и булгарам, а чувашские женщины называют своими прародительницами мифических амазонок. Именно поэтому женский национальный костюм напоминает наряд воительницы. Тогда, когда в роду чувашей, если мужчина, глава рода погибал, то его раздеправление брала на себя женщина и становилась старейшиной женщина и защищала свой род. Если посмотреть глубоко старинные украшения чувашские, то здесь манисты, они такие квадратные, тоже монетами закрытые и со спины и много чего. Это как защитное. Плюс это был как домашний или родовой банк. Самым ценным считался головной убор, напоминающий шлем. У замужней женщины – хушпу, у незамужней девушки – тухья, шапочка с навершием. Девичий головной убор, он тоже слегка шлемообразный, более легкий, там больше вышивки, бисера. И у него макушечка такая пикой, закрытая. Девушкам еще допустимо было открытые волосы, чтобы видны были. Женщина же прятала свои волосы в косу. И вот за таким, это называется хушпухюри, то есть это прикрывало волосы. Волосы должны были быть закрыты. Почему? Потому что сила женщины в волосах. Семейный статус демонстрировала не только шапочка, но и пояс. Как женщины, так и мужчины его повязывали узлом на определенную сторону. Костюмы украшала вышивка. Чуваши говорили, что земля стоит на четырех столбах. И в чувашском костюме, и в мужском, и в женском. Эти четыре столба обозначены. Две полоски впереди и две сзади. Но по этому костюму, если на него посмотреть, можно узнать, что это молодой человек, неженатый. Как же это узнать? А пояс завязан на мужскую сторону. Выйдя вечером на вечерке, он может покрутить и сказать, девчонки, а я холостой. Семейный человек носил пояс узлом на противоположную сторону. А вышивка на его костюме говорила о достатке и состоятельности. У него восемь полей, участков. Они засажены, потому что перечеркнуты. И четыре еще отдыхают в паровых поле. По костюму читается жизнь народа. Платье девушки, например, не было длинным. Юбка пришивалась ниже линии бедра и была свободной, чтобы было удобно вскакивать на коня. С конца 19 века в быт самарских Чуваши входит пестрить. Грубая ткань из разноцветных нит. Обязательной деталью женского костюма самарских Чувашей был передник. У этой женщины закрыта грудь красным. Красный символ солнца, символ огня. Эта сила защищает от сглазу и от разных проклятий. У нее карман лакомка, где всегда хранились ключи от амбара или от сундука. И она здесь еще хранила конфетки, которыми угощала детишек, когда прогуливается по деревне. Большая семья – главное богатство Чувашей. Фольклор пронизан песнями, посвященными любви к родителям. Красноречиво об отношении к матери свидетельствует чувашская пословица. Каждый день угощай мать блинами, выпеченными на собственной ладони. Все равно не отплатишь ей добром за добро, трудом за труды. Детей любят и привечают вне зависимости от степени родства. Ребенок традиционно учится общаться со сверстниками в форме игры. Мальчик изображает коня, а девочки по краям, как всадницы. Они же амазонки. Ну вот они там скачут, играют, догоняют. А правила игры каждый придумывает даже для себя сам. В наличии от того, сколько мальчиков, сколько девочек. Не всегда игры бывают подвижные. Учатся дети тоже в форме игры, например, чувашскому счету. У слова «перия» из чувашского один. У русских вот он один, а у чувашского народа «перия». Вот он первый. Первый в учебе, первый в дружбе, первый в работе, первый в помощи. Вот он первый. И они это очень быстро запоминают. Чувашский язык относится к тюркским и является единственным живым языком булгарской ветви. Я как чувашка, мне иногда все хочется. Почему же люди все не чуваши? Ну почему же все люди не понимают наш чувашский язык? Потому что чувашский язык – это настолько глубокий, он душевный, он красивый. Всю красоту чувашского языка выражают народные песни. Исполняют их часто под гармон. В мелодиях чувашских шина, такая красота, скажем так, мелодичность. Вот такая вот. Под гармон хорошо поются чувашские песни. В чувашских песнях всегда прославляется дружба и родство, почитание друг друга, танцы, песни. При этом народ чувашек очень трудолюбивый. Название нации – чуваш, с других языков – щуаш, еваш. То есть мягкий, терпеливый, добропорядочный, очень тактичный. Чуваши говорят «Эберпулна», «Пур», «Пулатпар». Чуваши говорят «Мы были, есть и будем». Мира, любви, красоты. Многое всем лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»